Вашему вниманию представляется тема «Инструменты СЭМ». Экологический аудит. Инструменты экологического менеджмента, создающиеся бизнесом и формирующиеся в процессе работы различных международных и национальных организаций, в совокупности составляют методологию улучшения системы менеджмента экологической результативности и эффективности организации. Начальное развитие экологический аудит получил как процедура анализа соответствия компании требованием законодательных и нормативных актов. Актуальность этой процедуры определялась, прежде всего, характерным для 70-х-80-х годов, ужесточением требований природоохранного законодательства, как в США и Канаде, так и в Западной Европе. Менеджеры рассматривали аудит как способ подготовки к инспекциям ГАС-органов, как прием, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия требованиям законодательных и нормативных актов. В приведенном определении чуть ли не все слова являются ключевыми. Обязательный систематический подход к проведению аудита, и объективность, независимость, оценки, и документирование свидетельств, наблюдение и заключение аудита, и периодическое повторение процедуры. В общем случае экологический аудит всегда направлен на предотвращение и сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности, функционирующего предприятия или площадки, где такая деятельность осуществлялась в прошлом, на окружающую среду. В зависимости от конкретных целей, принято различать несколько направлений экологического аудита, аудит соответствия требованиям законодательства, аудит состояния производственной площадки, аудит потенциальной ответственности, комбинация аудита соответствия требованиям законодательства и аудита состояния производственной площадки, аудит системы предотвращения аварийных ситуаций, аудит энерго- и водопотребления, Два вида аудита, имеющие непосредственное отношение к СМ, оценку исходной ситуации и аудит системы экологического менеджмента. Критерии аудита Аудит любого тип вводится в соответствии с разрабатываемой программой. При этом процедура проведения экологического аудита типична для всех основных его видов. В частности, в соответствии с такой процедурой проводится оценка исходной ситуации и внутренний аудит СМ, а также внешний аудит СМ. Единственное отличие в последнем случае состоит в том, что аудиторы имеют право, но не обязаны, отметить возможности улучшения, реализуя так называемую добавочную ценность аудитов, не давая конкретных рекомендаций по их реализации в целях соблюдения принципа непредвзятости. Вне зависимости от того, какие цели поставлены при проведении аудита, обязательным является требование использования четких критериев аудита. В самом общем случае критерии аудита можно определить как совокупность требований, которым должна отвечать анализируемая деятельность. Практически так же критерии определяет и Международный стандарт ISO 190011-2002, Устанавливающий требования к проведению внутреннего и внешнего аудита в системы менеджмента качества экологического менеджмента. Критерии аудита должны быть определены на стадии разработки программы экологического аудита, в их число, в зависимости от целей, могут входить Законодательные и нормативные требования в области охраны окружающей среды, которым должна соответствовать деятельность предприятия, в том числе, те требования, нарушения которых может повлечь за собой привлечение к судебной ответственности и серьезные санкции. Установленные руководством организации задачи, в том числе, количественные, в области охраны окружающей среды, экологической результативности, например, использования энергии, воды, образования отходов. Определенные техническим регламентом характеристики производства, расход сырья, материалов, опасных веществ на единицу продукции и тому подобное. Документированные процедуры, или инструкции, которым должны соответствовать те или иные виды деятельности. Свидетельства и наблюдения аудита Экологический аудит обычно осуществляется группой аудиторов. Ведущий аудитор отвечает за обеспечение результативного и эффективного проведения и завершения аудита в соответствии с объемом и планом аудита. Он распределяет задачи между аудиторами и группой, координирует работу технических экспертов, отвечает за подготовку отчета. Ведущий аудитор должен не только обладать необходимой компетентностью для руководства аудитом, но и иметь соответствующую квалификацию, опыт работы, включая достаточный опыт проведения аудитов, знания в области деятельности аудируемой организации. С формальной точки зрения ведущий аудитор должен быть специалистом, который принял активное участие в реализации полной программы не менее трех аудитов. Кроме того, он должен отличаться хорошими коммуникативными способностями, навыками межличностного общения. Дипломатичность, тактичность, умение слушать, способность ясно и аргументированно излагать мысли в устном и письменном виде важны не менее, чем знания в области процедур и методов аудита. Наук об окружающей среде, законодательных и нормативных актов, систем менеджмента. Подбор аудиторов, работающих в группе, проводят с учетом обеспечения профессиональной компетентности, знаний, умений, навыков, опыта работы, каждого аудитора. Принципы проведения аудита. Проведение аудита характеризуется использованием множества принципов. Они делают аудит результативным и надежным инструментом при реализации политики и контроля менеджмента, предоставляя информацию, основываясь на которой организация может принимать действия для улучшения своей результативности. Приверженность этим принципам является непременным условием для вынесения надежных и достаточных заключений аудита и для обеспечения того, что аудиторы, работая независимо друг от друга в аналогичных условиях, придут к аналогичным заключениям. Следующие принципы относятся к аудиторам – этичное поведение, основа профессионализма. При проведении аудита важно доверие, честность, конфиденциальность и тактичность, добросовестное изложение, обязательство доносить сведения правдиво и точно. Наблюдение аудита, заключение аудита и отчеты по аудиту правдиво и точно отражают действия аудита. Представляется информация о значительных трудностях, встретившихся при аудите и нерешенных разногласиях между аудиторской группой и аудируемой организацией. Должное профессиональное внимание, приложение усердия и рассудительности при проведении аудита. Аудиторы проявляют внимание в соответствии с важностью выполняемой задачи и доверием, оказанным заказчиком аудита и другими заинтересованными сторонами. Важным фактором является наличие необходимой компетентности. Следующие принципы проведения аудита относятся к процессу аудита, который согласно определению, является независимым и систематическим. Независимость – основа беспристрастности аудита и объективности заключения аудита. Аудиторы являются независимыми от проверяемой деятельности и свободными от пристрастий и конфликтов интересов. Аудиторы поддерживают объективность мышления в течение процесса аудита, тем самым обеспечивая то, что наблюдения и заключения аудита были основаны только на свидетельствах аудита. Подход, базирующийся на доказательствах, рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита в ходе систематического процесса аудита. Методы аудита. Предварительно оценить приоритетные проблемы и степень развития СЭМ-организации. Следует отметить, что применение анкет оправдано именно в таком контексте, чрезмерное увлечение ими может приводить к нежелательным результатам. Так, в регионах до сих пор появляются отчеты по результатам аудита, представляющие собой компиляцию материалов проектов предельно допустимых выбросов, сбросов, размещения отходов и сведений, изложенных сотрудниками организации в ответах на вопросы анкеты. Контрольные списки служат для систематизации работы аудита, выступают в качестве напоминания или подробного перечня критериев аудита. Списки могут как просто перечислять компоненты окружающей среды или элементы СЭМ, рассмотрение которых необходимо, так и включать варианты ответов для ранжирования результатов. Изучение документации составляет фундамент аудита в СЭМ, поскольку в их ходе анализируется соответствие документированной системы менеджмента требованиям стандарта и выполнения ее положений. В рамках аудитов всех типов изучения различных видов документации, также как анализ данных и записей, служат для выявления проблем в планировании и осуществлении деятельности, координации и обмене информацией, а также для выявления прошлых проблем организации, в целях анализа результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих мер, масштаба имевшего место воздействия на окружающую среду. Интервью позволяют проанализировать знания и выполнение персоналом установленных требований, готовность к действиям в нештатных ситуациях, адекватность и полноту системы управления и применяющихся подходов, в том числе к мотивации, обучению и обмену информацией. Наблюдение деятельности позволяет независимо оценить выполнение установленных требований, адекватность усилий организации по контролю экологических аспектов, оценить масштаб имеющего место воздействия на окружающую среду и здоровье персонала. Прослеживание процессов, подход, приобретающий особую важность при проведении АИС и аудитов СМ, в ходе интервью и наблюдения практической деятельности, изучение записи и документов. Аудитеры стремятся проследить взаимодействие различных подразделений и специалистов по решению связанных задач, решению конкретных задач управления организацией, например, обеспечение выполнения определенного требования стандарта СМ, с учетом необходимого вклада знаний и компетентности специалистов, доступности и адекватности процедур, документации и оборудования. Метод материального баланса применяется в ходе аудита для выявления неоцененных потерь и определения стадий производства или операций, при которых нерационально используются ресурсы или материалы. Для этого на основе доступных данных могут составляться частичные, по нескольким стадиям, или укрупненные, вход-выход, балансы. Нередко только укрупненный материальный баланс позволяет оценить фактические объемы использования вспомогательных материалов. Подобным же образом можно оценить, эффективно ли используется энергия. Метод картирования или составления ситуационных планов широко используется для сбора, визуального анализа и представления результатов аудита. Наиболее часто разрабатывается целый набор тематических карт схем, отражающих, например, расположение источников загрязнения воздушной среды, грунтов, поверхностных и подземных вод, несанкционированное размещение отходов, включая и накопление их на промышленной площадке, нерациональное использование ресурсов, воды, энергии, сырья, материалов. Такие карты-схемы, иллюстрированные фотографиями, выступают в качестве свидетельств аудита. Кроме того, карты-схемы наглядно отражают улучшения, достигнутые в результате внедрения рекомендаций экологического аудита. Оценка жизненного цикла Впервые подходы оценки жизненного цикла были предложены Международной организацией, Обществом экологической токсикологии и химии. В результате работ по предотвращению загрязнения окружающей среды стройкими токсичными соединениями, способными накапливаться в живых организмах и приводить к долгосрочным негативным эффектам, ученые пришли к выводу о необходимости инструмента отслеживания процессов трансформации ресурсов, приводящих к образованию вредных веществ, их потерям, поступлению в продукцию и рассеянию в окружающей среде. В рамках терминологии стандартов ISO серии 14000 жизненный цикл понимается как последовательные и взаимосвязанные стадии продукционной системы от получения сырья или природных ресурсов до конечного размещения в окружающей среде. Процедура оценки жизненного цикла обязательно включает Постановку целей исследования и определение границ системы Выполнение инвентаризационного анализа жизненного цикла, сбора информации и количественную оценку входных и выходных потоков веществ и энергии. Собственно оценку жизненного цикла, то есть выявление и оценку величины и значимости существующих и потенциально возможных воздействий. Интерпретацию результатов Анализ альтернатив Разработку заключений и рекомендаций Анализ их качества Критический анализ Выполнение инвентаризационного анализа Описание всех видов взаимодействия продукции с окружающей средой Весьма трудоемкая и ответственная часть АЖЦ Полнота описания всех видов отходов, используемых сырья и энергии, вовлеченных в полный жизненный цикл продукта От добычи сырья до окончательного захоронения или в выбранных границах системы Адекватность данных, полученных на этом этапе, определяют качество результатов оценки в целом Достаточно сложно количественно оценить воздействие на окружающую среду и выполнить детальный сравнительный анализ На основе результатов проведенной оценки делают выводы о степени воздействия продукции на окружающую среду, о его приемлемости Проводят анализ альтернатив Поиск способов возможного уменьшения неблагоприятных воздействий на окружающую среду и на основании полученных результатов подготавливают рекомендации На этой же стадии необходим критический анализ, позволяющий гарантировать качество проводимой АЖЦ Критический анализ обеспечивает проверку того, что методы, используемые для проведения АЖЦ, соответствуют требованиям применяемых стандартов Методы, используемые для проведения АЖЦ, научно-технически обоснованы Используемые данные адекватны и соответствуют цели исследования Интерпретация отражает ограничения применяемых подходов и методов и цель исследования Отчет об исследовании прозрачен и отвечает своему назначению Проектирование для окружающей среды Если оценка жизненного цикла позволяет установить картину воздействия на окружающую среду и разработать рекомендации по совершенствованию процессов, продукции и услуг То логично будет поставить вопрос о предотвращении негативных воздействий на самых ранних стадиях В ходе проектирования и разработки продукции В техническом отчете ИСО, ТР-14062-2002 Экологический менеджмент Интеграция экологических аспектов в процесс проектирования и разработки продукции Разъяснены концепции и опыт учета экологических аспектов на протяжении всех шести стадий процесса проектирования и разработки продукции Включая планирование, концептуальное проектирование, детальное, рабочее, проектирование, разработку и тестирование прототипа, продвижение на рынок, пересмотр продукции Фактически, ИСО, ТР-14062 дает модель для прогнозирования, предотвращения и минимизации негативного воздействия на окружающую среду всего жизненного цикла продукции Как каждый современный инструмент экологического регулирования, проектирование для окружающей среды способствует усилению рыночной позиции компании, совершенствованию ее конкурентноспособности, улучшению взаимоотношений с заинтересованными сторонами Оно же создает преимущества и для потребителей, общественных организаций, государственных специально уполномоченных органов К числу преимуществ для организаций, применяющих проектирование для окружающей среды Можно также отнести достижения соответствия изменяющимся потребностям клиентов, продвижение бренда, совершенствование имиджа, улучшение взаимоотношений с контролирующими органами, возможность привлечения инвестиций, снижение рисков В том числе, риск привлечения к ответственности за экологические правонарушения, развитие мотивации персонала Как на практике реализуется принцип интегрирования экологических аспектов в процесс проектирования и разработки продукции Опыт зарубежных компаний свидетельствует о том, что проектирование и разработки продукции развивается в направлении снижения массы изделий, совершенствования энергетической эффективности продукции В процессе производства и потребления, увеличения срока службы, предъявления особых требований к сырью, материалам, комплектующим частям Последнее обстоятельство позволяет влиять на систему принятия решений партнеров и создавать сети поставщиков, работающих в соответствии с принципами проектирования и разработки продукции В ряде отраслей начинает проявляться тенденция перехода от продажи продукции к предоставлению услуг Западные специалисты утверждают, что клиенты охотно используют услуги по тиражированию документов, так как обслуживание копировальной техники Оплата счетов за электроэнергию, приобретение бумаги и тому подобное во многих случаях оказываются менее выгодными Тоже относятся к доставке грузов, выполнению монтажных работ и ко многим другим областям Если речь идет о корпоративных клиентах, то они все чаще предъявляют жесткие требования к экологической целесообразности предоставляемых им услуг Экологическая маркировка Экологическая маркировка является инструментом менеджмента, используемым для информирования клиентов и партнеров об экологических особенностях продукции и процессов ее разработки, производства и использования Маркировка приобретает все большую значимость в контексте международной торговли Всемирной торговой организацией создан Комитет по торговле и окружающей среде, который работает над гармонизацией соглашений, действующих в рамках ВТО и международных соглашений по охране окружающей среды В сферу внимания Комитета входят и вопросы маркировки Необходимость этого обусловлена тем, что, с одной стороны, экологическая маркировка становится все более действенным средством продвижения зеленой продукции Отличающейся более низким воздействием на окружающую среду в ходе всего ее жизненного цикла А с другой, во многих случаях все еще применяется производителями безнадежных и верифицируемых оснований Требования к экологической маркировке определены в целом ряде стандартов, которые призваны Снизить неопределенность в отношениях потребитель, поставщик, поскольку широкое распространение различных экологических знаков вызывает недоверие потребителя ко всем знакам Способствовать улучшению экологических показателей и снижению нагрузки на окружающую среду на стадиях жизненного цикла, включая производство, использование и утилизацию продукции И упаковки Содействовать развитию международной торговли, так как экологический знак, всегда один из объектов рассмотрения при экспорте и импорте продукции Позволить потребителю делать осознанный выбор Основные принципы экологической маркировки, определяемые в ВИСО 14000-20998, просты, но взыскательны Во-первых, экологические знаки и декларации должны быть точными, проверяемыми, уместными и не вводящими в заблуждение Во-вторых, экологическая маркировка и декларация должны основываться на объективных критериях и методах оценки, обеспечивающих достаточную точность используемых данных И, наконец, информация, используемая для обеспечения экологической маркировки, должна быть доступной для заинтересованных сторон Международные стандарты ИСО 14000-21, 14000-24 и 14000-25 устанавливают детальное требование к разработке экологической маркировки трех типов В зависимости от степени вовлечения в процесс экологической маркировки независимой Третьей – стороны используемых критериев Открытая отчетность Идущие во всем мире процессы роста внимания к социальной ответственности бизнеса позволяют ожидать, что требование публикации открытой экологической и социальной отчетности станет предъявляться в качестве обязательного сначала инвесторами, затем транснациональными компаниями в рамках сетей поставщиков, а впоследствии может стать и требованием законодательства Как сегодня оно уже является обязательным требованием ряда бирж Какие внутренние преимущества дает компаниям открытая отчетность? Прежде всего, уже на начальном этапе поставленная руководством компании цель подготовки открытой отчетности стимулирует взаимодействие между подразделениями Помогает по-новому взглянуть на ставшее уже привычным Заставляет оценивать и сравнивать различные характеристики организации В условиях затянувшегося перехода от социалистического планирования к реальному, отдекларированного соответствия нормам и регламентам 20-летней давности к стандартам предприятия развития коммуникаций внутри компании играют важнейшую роль в совершенствовании систем менеджмента Поскольку сам процесс подготовки открытой отчетности для организаций нов и непривычен, трудностей на этом пути достаточно Основными являются проблемы в определении и реализации стратегических планов в экологической и социальной сферах Недостаток навыков в области маркетинга, в связи с общественностью, использование информации, приводящих к недооценке роли открытого взаимодействия с заинтересованными сторонами на основе объективных данных Впрочем, эти трудности во многом связаны с тем, что само понимание роли бизнеса в гражданском обществе развивается активно, но при этом не всегда равномерно Что же необходимо для получения рыночных преимуществ, связанных с отчетностью? Во-первых, о компании, о приоритетах ее развития, о поставленных целях должны знать те, чьи позиции и участия важны для нее органы государственного управления, партнеры, потребители, местные жители Для этого отчетность должна быть целенаправленно подготовлена и представлена для значимых заинтересованных сторон, целевых групп Естественно, она должна быть доступна для них, как технически, так и с точки зрения понятности и обоснованности изложения Кроме того, необходимо снискать доверие заинтересованных сторон Достичь этого можно, представляя события и информацию обоснованно, непредвзято, взвешенно и неэмоционально Даже подтверждение третьей стороной достоверности данных отчета или формального соответствия процесса его подготовки международным требованиям не принесет доверия заинтересованных сторон Если публикуемые материалы умалчивают или принижают значимость реальных проблем, не свидетельствуют о готовности искать и реализовывать выбранные пути их решения Как и практически любую деятельность, осуществляемую на регулярной основе, подготовку открытой отчетности целесообразно строить на принципах системы деминга Цикла периодического планирования, выполнения, оценки и пересмотра деятельности Обмену экологической информацией, экологическим коммуникациям, посвящен новый стандарт ИСУ, ДИС-14063 Стандарт основывается на приложении принципа деминга к процессу сбора, анализа, подготовки и распространения экологической информации Взаимодействие с заинтересованными сторонами и дает рекомендации в отношении принципов прозрачности, адекватности, достоверности, открытости для взаимодействия, ясности, а также различных стадий этого процесса Определение политики, стратегии и целей в области обмена экологической информацией Выявление заинтересованных сторон, учета ресурсных вопросов, определение задач, целевых групп, области для распространения информации Подходов и инструментов для распространения информации и взаимодействия с заинтересованными сторонами и тому подобное А также анализа и улучшения процесса обмена экологической информацией, оценки со стороны руководства и планирования изменений За счет анализа результативности организации в более широкой сфере, развития взаимодействия с заинтересованными сторонами на основе полученных результатов Открытая отчетность становится еще одним фактором, способствующим совершенствованию систем менеджмента организации И по этапному интегрированию экологически и социально значимых целей в систему бизнес-приоритетов компании Благодарим за внимание